Главканал показал! В будущем появятся на мобильных платформах, ну а потом не менее легендарные рубрики, новости одной строкой и игры на неделю, а в конце очень-очень важная новость. Еще в пятом выпуске Level Up мы вам рассказывали про Shadowrun Online с Kickstarter.com. Сегодня же речь пойдет про другую игру серии Shadowrun Returns. Что интересно, обе игры выйдут как на ПК, так и на мобильные платформы, и обе получат небольшую интеграцию между собой. Студия Hairbrain Skims выпустила большой 19-минутный ролик, в котором показывает геймплей альфа-стадии игры. В целом нас ждет глубочайшая по мобильным меркам RPG с управлением сразу несколькими персонажами, пошаговыми боями, разговорами с выбором ответа и так далее. К сожалению, насладиться игрой на планшете или смартфоне в ближайшее время не получится. Shadowrun Returns появится на PC и Mac в начале лета, затем на Linux, а только потом игра заглянет на iOS и Android. Первая часть космической стратегии Homeworld вышла почти 14 лет назад. Однако любители серии обрадуются, когда узнают, что одновременно с Homeworld 3 для ПК готовится ремейк первой части для мобильных устройств под названием Homeworld Touch. Причем игры готовит не Relic Entertainment, а некая Team Pixel, которая только в процессе получения прав на франшизу от разоревшейся THQ. Они, как и полагается, открыли компанию на Kickstarter. Впрочем, вне зависимости от того, получат ли они там запрашиваемую поддержку, а скорее всего нет, игры все равно выйдут. Homeworld Touch получит сильно улучшенную графику по сравнению с оригиналом и удобное управление как для планшета, так и смартфона. Причем все остальные игровые моменты останутся на месте. Релиз Homeworld 3 и Homeworld Touch состоится не скоро, только в конце следующего года. Во время очередного выпуска Android Thursday Nvidia показала вторую часть водных гонок Riptide GP на своей приставке Project Shield. Что-то конкретное про игру сказать сложно, а несмотря на то, что первую часть и так можно обозвать бенчмарком, Riptide GP стала еще красивее. Естественно, все ее прелести официально будут доступны на Android исключительно для Tegra 4 устройств. Все новое, хорошо забытое старое. Игра Dig в студии Tasty Poison, которая скоро появится на Android и iOS, унаследовала идею очень старой аркады Quakes. В ней также необходимо постепенно отвоевывать Землю, причем делать это быстро, чтобы враг, в нашем случае какая-то мумия, не нашла нас. Dig появится уже скоро, и у него и все шансы стать отличной аркадой. Slash, экс-гитарист группы Guns N' Roses, как оказалось, обожает злых птиц. Настолько обожает, что последнее обновление Angry Birds Space обзавелось саундтреком, написанным известным музыкантом. В знак благодарности, Rovio изобразили Slash в виде, наверное, его любимой красной птицы. Разработчики гончарного хита Let's Create объединились со студией, которая печатает модели чего угодно с помощью 3D-принтера, и теперь можно превратить вашу виртуальную посудину в настоящую. Хоть это и не дешево, данная возможность приближает нас к будущему, когда каждый сможет создавать любые вещи виртуально, после чего, нажав на одну кнопку, получить их в реальности. Чудеса! Уже второй раз и Manga Studios сотрудничает с Disney, выпуская Temple Run в декорациях очередной киноновинки. На этот раз ей стало Оз, великий и ужасный. О чем-то особенном говорить сложно, однако если вам понравился фильм, то можно немного продлить впечатление с данной игрой. Мир, кстати, выполнен действительно красиво. Хорошая новость для фанатов серии Dungeon Hunter. Студия Gameloft вовсю трудится над четвертой частью этой РПГ. Об этом разработчики заявили на своих страничках в Твиттере и Фейсбуке. Нам обещает новый сюжет, массу подземелья, кучу новых предметов и возможность крафта. Скриншотами разработчики пока не делятся, дата выхода тоже неизвестна. Про Blade Slinger вы могли слышать еще в конце 2011 года, однако только сейчас игра дошла до полок сперва App Store, а потом и Google Play. Играть предстоит за Уильяма Глэст, на который вернулся в родной город и обнаружил, что в нем появились новые поселенцы, демоны, монстры и прочая нечисть. Он должен выяснить, откуда появились эти незваные гости и перебить их всех. Согласитесь, не очень оригинально. Игра выполнена в стимпанк-стиле, смешанном с колоритом Дикого Запада. Графика, несмотря на столь старый анонс, весьма хороша, особенно в тегроверсии. Бои могут напоминать небезызвестную серию Infinity Blade, однако кроме меча тут есть и пистолет, а воевать часто приходится сразу с несколькими оппонентами. Есть и магазин, в котором можно купить различные энергетики и апгрейднуть главного героя. Мобильная RTS-игра, в которую с одного устройства может играть до четырех человек. Да, такое вполне возможно. В минималистичный матершип необходимо управлять космическим крейсером, задавая траекторию полета, грамотно атакуя врага своими юнитами и улучшая различные характеристики. Вот и все. Glo Mobile выпустила Gun Brothers 2, продолжение одного из самых популярных тайтлов студии. В отличие от оригинала, вторая часть сразу же обзавелась мультиплеером, что однозначно является весомым плюсом. В остальном, отличие от первой части в плане игрового процесса, минимальны. Это все тот же шутер с видом сверху, где основной задачей является уничтожение толп внеземных вражеских сил с помощью различных пушек, которых, кстати, стало еще больше. Появились огромные боссы, а также техника в виде танков. В целом, если вы в свое время тащились от оригинала, Gun Brothers 2 вам тоже должна понравиться. Отличный АС-эксклюзив теперь могут опробовать и обладатели андроид-устройств. Шаффл-пак Cantina понравится вам, как только вы попадете в главное меню, но это далеко не самое интересное, ведь игра про инопланетный аэрохоккей. На планете Атанар, похожей на татуин из «Звездных войн», игрок может перемещаться по некоему развлекательному заведению с десятком существ самых разных рас, чтобы сразиться с ними в аэрохоккей. Причем каждый персонаж детально проработан, и у каждого есть своя биография. Вообще, видно, что разработчики подошли к созданию игры с душой и проработали каждую мелочь. Естественно, можно улучшать биту, а также докупить другие фишки, которые помогут одолеть очередного соперника. Покупать придется, и доступ к новым уровням этажам, а так как игра условно бесплатная, то сами понимаете. Как приятное дополнение, есть режим для игры с другом, а несмотря на отличную графику, загрузка в игре происходит моментально. Не пропустите. Ну а теперь время небольших новостей от нас. 23-й, как и все последующие выпуски Level Up, выйдут уже не тут, а на канале сайта Redroid.ru. Ссылка в описании, поэтому не забудьте подписаться. Тем более, что там и так есть на что посмотреть. А на этом у меня все. Говорил Никита Индик, текст и монтаж подготовил Иван Белоусов, а крутую анимацию Дмитрий Буяков. Спасибо всем за просмотр. Удачи! Подписывайтесь на главканал в Ютубе, Вконтакте, Фейсбуке или Твиттере. Где удобнее, там и подписывайтесь, а лучше везде. Тогда вы ни за что не пропустите новые видео и другие наши шоу. Подписывайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok